Так, мы с вами продолжаем, и мы остановились на роли ауксина в морфогенезе листа. Это у нас была такая последняя общая схемка, которая показывала, как ауксин участвует на всех этапах, начиная от разметки листоположения филотаксиса и до формирования сети желкования и лопастей листа, а также частей сложного листа или, например, формирования приличников. Я вам обещала пару слов, я не буду много говорить, пару слов о моделях желкования листа, потому что это все-таки довольно обширная область, и просто хотя бы посмотреть интересно на то, что люди на эту тему сделали. Самая, наверное, старая, первая классическая такая модель гипотезы канализации, по-русски звучит не очень привлекательно, но канализейшн. Идея, собственно, я вам уже излагала, то, что есть клеточное поле, который содержит какое-то равное количество ауксина исходно, и в нем транспортируется этот ауксин как-то равномерно, но в нем обязательно возникнет какая-то неоднородность стахастическая. Ну, мы-то с вами уже знаем, что она все-таки не совсем стахастическая, потому что у нас в модели филотаксиса есть конвергентные точки на поверхности меристема, куда стягивается ауксин, уже создается неоднородность. Но здесь вот для такой совсем сферического коня в вакууме, что вот даже вот в этом однородном клеточном поле все равно возникнет некая неоднородность, и эта неоднородность будет играть решающую роль. Что если, например, какой-то клеточный файл начнет транспортировать чуть-чуть интенсивнее ауксин, то есть чуть-чуть больше переносчиков, например, на мембране будет, то дальше возникает градиент этого ауксина, и ауксин начинает подсасываться из соседних клеток сюда, вот в этот формирующийся канал, и этот канал становится все сильнее, сильнее, сильнее. И, собственно, авторы гипотезы закладывали, авторы модели закладывали в нее то, что чем больше ауксина течет, через клетки, чем больше поток, тем более поляризованы пины на мембране, тем больше пинов будет находиться именно на мембране и именно в определенном направлении. По тем временам это была совсем умозрительная гипотеза, но сейчас она, мы знаем, подтверждается экспериментальными данными. Так что вот такая самая, можно сказать, базовая моделька, псевдо-стохастическая. Эта модель дальше уже пошли более сложные, но тем не менее они все равно базируются на гипотезе канализации. Здесь диффузия в каждом блоке, каждая клетка разбита на блоки, в каждом блоке рассчитывается диффузия по закону Фика. То есть понятно, что здесь некое идет уже усложнение. И рассчитывается суммарный поток ауксина через клетку. Вот диффузия протонированного ауксина плюс перенос через аукс-лакс и вынос через пин. Там в той модели пин один закладывался. Соответственно, все вот эти параметры модели, их можно задавать, смотреть, что будет, если, например, это увеличим, это уменьшим, какой результат мы получаем. Градиентные модели желкования. Здесь, в принципе, не разбивают все на клетки, а разбивают на области. Что, может быть, тоже разумно. Вот лист, некое исходное состояние, довольно ранний лист — это семидоля семидневного проростка. И вот как дальше будет размечаться сеть желкований внутри. Отталкиваясь от такого исходного состояния, авторы модели говорят, что вот у нас есть этот градиент дельта С, и цветовая схема нам показывает как раз степень перепада дельты. Здесь отображены концентрации этого исходного состояния, а это уже разность концентраций. Соответственно, чем светлее, тем больше дельта. И вот получается, что они говорят, что жилка новая пройдет по линии, которая соединяет точки с максимальным перепадом. Кратчайшие линии. И, в принципе, что мне нравится в этом моделировании, то, что оно давало очень как бы реалистичные, да, новые жилки. То есть очень похоже на правду. Но, как вы видите, она не стартовала от, что называется, от начала времен, не знаю, от первого там бугорка на поверхности меристемы. То есть она не задавалась с целью построить все клеточные деления растяжений, там вот как бы и и диффузию ауксин, там, и транспорт его через каждую клетку в клеточном поле, да, слишком сложно. Здесь вот она мыслит такими областями. Отталкиваясь уже от чего-то существующего, но более простого. Ну, собственно, да, это основные типы моделей, да, там, в самом деле, есть модели другого плана, модели с заданным ростом, да. Но я их не стала сюда включать, потому что все-таки они, ну, по моему мнению, дают менее реалистичные, с биологической точки зрения, результаты. То есть они дают некое ветвление, но это ветвление не похоже на то, что происходит у покрытосеменных. Это там какая-нибудь простая дихотомия, например, да, получается, вот и так далее. Ну, хорошо, теперь мы с вами перейдем еще к такой важной области, в которой ауксин обязательно участвует. Это тропизмы растений, и, на самом деле, довольно сложно, получается, выстроить материал, потому что не все тропизмы обусловлены ауксином, да. Вот, и я вам покажу этот пример, когда ауксин, в общем-то, не задействовал. Вот, но, тем не менее, я собрала это в один блок, потому что логически это просто обосновано, да, рассказывать про тропизм и таким блоком информации. Ну, собственно, растения могут менять положение тела в пространстве, да, могут менять быстро. Как мы знаем, там движение, например, у мимозы складывание листьев, да, и могут менять медленно. Медленно они затропно расти в ту или иную сторону, в сторону сигнала или в противоположную сторону, да, от него. И мы можем выделить довольно много таких тропизмов, да, фото, гравии, гидро, тигма-тропизм. Вот, ну, обсуждают там и другие, гало-тропизм, например, нутри-тропизм. Вот, и в большинстве случаев этот анизотропный рост обусловлен неравномерным распределением ауксин. Ну, собственно, вот классическая, да, модель перераспределения ауксина. Когда есть сигнал, ауксин вот здесь оттекает на теневую сторону, возникает изгиб. В случае грави-тропизма происходит игра между верхней и нижней стороной. Там на нижней стороне больше, на верхней меньше, вот, и тоже возникает изгиб. Но в случае, например, гидротропизма, это здесь работает передача сигнала абсциссовой кислоты, а не ауксина. И в области механочувствительности ауксин, конечно, играет роль, безусловно, да, но также обсуждают проприоцептивные механизмы с участием миозина. Об этом я буквально пару слов потом скажу. Ну, собственно, первый, да, сигнал — это свет. О свете вы будете говорить во второй части вашего спецкурса, да, поэтому я здесь не буду останавливаться. Ну, мы знаем, что ответы, собственно, бывают разные — это и реакция избеганий тени, и, собственно, то, что нас интересует — это фототропизм. Собственно, вот на этих двух примерах все-таки я здесь поместила реакцию избегания тени, потому что роль ауксина здесь довольно очевидна и важна. Значит, мы можем рассмотреть с вами, собственно, гиппокотель и как себя ведут пины, пин третий в клетках эндодермы в верхней части гиппокотеля. Если растение находится на свету, то оно сильно не вытягивается и спокойно отправляет по проводящей системе дальним транспортом ауксин из побега вниз. И поэтому пины локализованы в основном на внутренних стенках клеток эндодермы, то есть направлено это все в проводящую систему, в центральный цилиндр смотрят. Но в случае реакции избегания тени нужно включить рост растяжения в этом участке, в гиппокотеле. И поэтому ауксин должен сохраниться, задержаться в этих тканях, и он перераспределяется в сторону клеток первичной коры. Соответственно, мы видим, что на внешних стенках находятся транспортеры. И он задерживается в органе, не утекает, и поэтому гиппокотель быстро достаточно растягивается. Эту реакцию избегания тени осуществляет, чтобы вырасти выше других. Что касается фототропизма, с фототропизмом у нас идет перераспределение на сторону теневую. Вот свет, вот у нас теневая сторона, мы видим, что действительно пин 3 собирается на ней. И возникает неравномерный рост растяжения. Теперь, что касается гравитропизма. Это временной ход гравитропического ответа пророска арбидопсис. Это у нас минуты, раскрашены они у нас тут черным, желтым и так далее. Вот мы видим, как изгибается кончик корня, как он растет в сторону, уже по направлению вектора гравитации. Сначала под каким-то углом, а потом все более и более выравниваясь. Собственно, исходное состояние. Вот фонтанирующий поток у нас в корне, ауксин приходит в корневой чехлик, в центральную зону его в Колумелу, дальним транспортом. Там дальше перераспределяется в соответствии с ветвями обратного фонтана. И мы видим, что этот обратный фонтан также захватывается обратно. Происходит, правда, это, конечно, немного не в масштабе. Кажется, что это буквально несколько клеток, расстояние несколько клеток от корневого чехлика. Но это, конечно, не так. Происходит выше. Что происходит, когда мы уложили корень под каким-то углом к вектору гравитации? Вот мы видим, что этот альфа зажат вот в этих пределах. Происходит перераспределение потока на нижнюю сторону, но верхняя веточка тоже сохраняется, как она должна. И у нас рост, соответственно, меняется. Корень начинает изгибаться. Ну и когда альфа меньше 50, то перераспределение уже не так существенно. Гораздо уже в меньшей степени происходит. И корень может здесь уже как-то, может быть, не так резко менять свой угол. То есть он уже вышел на какой-то угол. Дальше он потихонечку будет выходить на угол, собственно, 0 градусов к вектору гравитации. Классическая модель говорит нам о том, что похожим образом, как действуют атолиты в вестибулярном аппарате, также в клетках колумела имеются амилопласты, они довольно тяжелые, и они, перераспределяясь, давят на определенную сторону клеточной плазматической мембраны, возникает некий сигнал. Характер этого сигнала стал известен буквально чуть-чуть в последние годы. То есть до этого было не очень понятно, механический он или позиционный. Важно именно само давление органелл, что они как-то механически стимулируют эту сторону клетки. Или важно их положение, что они проконтактировали с какими-то белками именно на этой стороне плазматической мембраны. Вот седиментация статолитов, и это вызывает изменения в распределении пинов, изменения в PH. На нижней стороне происходит защелачивание, защелачивание вызывает остановку роста растяжением. На верхней стороне, соответственно, где концентрация ауксина низка, защелачивание не происходит. Наоборот, PH снижается, и клетки растягиваются, растут растяжением. Давайте рассмотрим, что происходит в конкретной клетке. Называется еще раз, но подробнее. Вот у нас исходное состояние, корень у нас растет вниз, все с ним хорошо. Вот как-то распределены амилопласты, как-то распределены у нас транспортеры. Ноль минут, положили мы корешок, сейчас начнут перераспределяться амилопласты, вот они перераспределились. Вот у нас поток ауксина через 15 минут уже усилился. Вот он явно больше здесь, здесь больше собралось каких-то транспортеров. Значит транспортеры пин 3, пин 7, зелененькие и синенькие. Вот у нас уже три часа, он уже вышел на какой-то угол, не такой контраст у нас, немного по-другому выглядят потоки ауксины. И наконец через 6 часов все, все восстановилось. И что важно, обратите внимание, что происходит довольно быстрое, при гравитропической реакции, быстрое защелачивание. Разность в PH апопластов сверху и снизу, она буквально 5 минут. Через 5 минут уже возникает вот этот эффект. Вот относительно характера сигнала. Есть старая очень работа с мутантами, вот этот вот ARG-1, агравитропичным мутантом. Явно у него есть фенотип, то есть корни извилистые растут не прямо. И тогда еще в 2009 году предположили, что важен контакт неких белков на поверхности амилопласта с белками на плазматической мембране. Какой-то вот такой коннект такой должен произойти. И это в большей степени, чем просто какое-то давление на мембрану, в большей степени будет говорить о направлении вектора гравитации. Вот буквально в 2023 году сейчас вышла статья в журнале Science пару месяцев назад. Она, к сожалению, еще с закрытым доступом. Я ее не успела выцепить через авторов, поэтому я ее не смогла прочитать. Но я прочитала абстракт и посмотрела, что известно было немножко раньше. Действительно, нашли сначала последние годы, с 2021 года обсуждают семейство лейзи. Лейзи подобны некие белки, которые находятся на мембране амилопласта и как-то участвуют в этой передаче сигнала на плазматическую мембрану. Именно за счет вот такого соединения, взаимодействия с какими-то белками. Вот сейчас в абстракте той статьи, которая теперь расширяет это просто с боковых корней на вообще все корни, что важно. Исходно это было показано для боковых корней, что вот как они находят вектор гравитации. Сейчас пишут о всех корнях и то, что действительно лейзи как раз участвует в передаче сигнала. Когда я смогу достать эту статью, я думаю, что расскажу вам об этом подробнее. Важно, что здесь, мне кажется, может быть не столько подробностей важны, а тот вывод, что здесь есть значимая роль именно позиции. Не просто давление, растяжение какого-то механического стимула, а именно позиции. Хотя с этим тоже нужно оценивать вклад информации именно в проприоцептивный какой-то и информации чисто механической. Потому что известно, что мутанты, например, по синтезу крахмала, они тем не менее в какой-то степени гравитропизмом обладают. То есть они не полностью теряют. И за счет чего там это реализуется? С другой стороны, сами амилопласты сохраняются, их белки поверхностные сохраняются. То есть как все-таки это работает, до конца не ясно. Зато мы хорошо знаем, что происходит с транспортерами. Они перераспределяются при гравистимуляции, причем у них есть довольно четкая специализация. Кто какой транспорт осуществляет? Кто участвует? Вот в апрекально-базальном участвует АУКС-1, ПИН-2. Дальше тут ПИН-4, ПИН-3. ПИН-7 также участвуют здесь в перераспределении. А в реверсивном транспорте, например, ПИН-2 и АУКС-1. Такую схемку можно изобразить. Мне кажется, что это прекрасно и очень правильно, что за реверсивный транспорт и за перераспределение отвечают не одни и те же ПИНы. Потому что иначе, если так себе представить, что в клетках передается сигнал какой-то агравистимуляции, и на него отвечают сразу все. И ПИН-2 в том числе. Но ведь есть какая-то там зона, грубо говоря, где наверняка уже существует ПИН-2, он должен существовать в тех клетках, который должен, к примеру, реализовывать верхнюю веточку транспорта, в которой будет мало ауксина, но она же должна существовать. Если бы одни и те же транспортеры на все отвечали, то тогда бы они просто все перераспределились на нижнюю сторону, и все. Верхней ветки транспорта не осталось бы. То есть у них разделение ролей. То есть вот эти отвечают за сохранение фонтана, вот эти отвечают за то, сколько ауксина пойдет туда или туда. И получается, в общем, разумная и красивая модель. Ну, через что сигнал передается? Хорошо, мы, предположим, обсудили какие-то возможные первичные события, возможные рецепторы. Но дальше совершенно точно известно, что в быстрый ответ, такой еще не через изменение экспрессии генов, там в этом ответе меняется PH, меняются токи кальция, меняются содержание активных форм кислорода в апопласти. Например, защелачивание еще и сопровождает выделение активных форм кислорода. Там надо же оксидаза, который, собственно, является плазмолемным белком, она активируется, выделяет активные формы, и это тоже способствует более жесткому состоянию клеточной стенки. Это ЭНО, это энозидолтрифосфат, то есть, в общем, известные расхожие сигнальные агенты, да, они здесь все активируются. И уже в фазу активации экспрессии генов меняется экспрессия, например, IRF-19, то есть, транскрипционных факторов, репрессоров, вот в таком ключе. Собственно, симметрия потоков, она восстанавливается по мере достижения определенного угла к вектору гравитации. Вот сначала мы видим такое, в первые полтора часа резкое изменение токов, и дальше все довольно хорошо выравнивается уже, хотя у нас еще не окончательно достиг корень нужного угла. Отдельная история, в нее мы сильно лезть, вообще говоря, не будем, но просто, чтобы вы понимали, что помимо гравитропизма, да, в корне еще есть стигматропизм. Корень же не в безвоздушном пространстве растет, да, и не в воде обычно, все-таки он растет в почве. В почве есть различные препятствия, камешки, которые надо обрастать, да, если ты, если не хочешь повредиться, свою корневую меристему несчастную, естественно, корень должен оперативно реагировать, и если он уткнулся в камень, он должен потерять временно вот эту функцию гравитропизма, да, гравичувствительность, он должен утратить ее на время, расти там горизонтально, стелиться вдоль препятствий, а потом опять выйти уже на вектор гравитации. Поэтому вот эти два, по сути, сигнальных каскада, гравитропические, тигматропические, они между собой взаимодействуют, да, и механический стресс может временно повлиять на гравичувствительность. Ну, собственно, у нас как раз Татьяна Николаевна этим занимается, и ее группа, вот, можно, если интересно, их об этом расспросить. Когда же вообще появился гравитропизм, да, этим вопросом задаются, и вот что известно, да, что гравитропизм, вероятно, возник с возникновением корня, да, что, в общем, логично, да, нужен нормальный корень с корневым червиком для того, чтобы был гравитропизм. Тигматропизм, ну, под вопросом здесь. И вот уже более, так сказать, характерный для современных покрытосеменных растений ответ, вот, похожий на него, возник уже угол семенных, да, вот, быстрый вот этот вот ответ гравитропический. И вот даже есть тут идентифицированные габлоги, вот, пин-3 и пин-2, да, их. Но это, как мы видим, уже довольно поздно произошло. Теперь от главного корня, вообще от главных органов, перейдем к боковым. Это отдельная, очень интересная, важная тема, как регулируют направление роста вообще боковые побеги и корни. Они тоже обладают гравитропизмом, но если бы они обладали абсолютно таким же гравитропизмом, как главные побеги и корни, то тогда вообще корневые побеговые системы выглядели бы вот так, да, и были бы полностью прижаты к главной оси, не было бы кроны, было бы сложно как-то поймать свет, листовая мозаика нормально бы не организовывалась, да и корневая система, она бы не распространялась в почве, а вот так вот туда камнем вниз просто бы, да, росла, и все. Конечно, это неэффективно. Поэтому в боковых органах есть, так сказать, две конкурирующие составляющие, в какой-то степени конкурирующие. Это гравитропическая компонента и антигравитропическая компонента. Что интересно, ну, на данный момент считается, что обе компоненты определяются так или иначе ауксиновым сигналингом. Значит, ну, в корнях гравитропическая компонента будет действовать вниз, антигравитропическая вверх, а в побегах наоборот, соответственно, да, гравитропическая вверх, антигравитропическая вниз. Эти вещи можно изучить при помощи довольно головоломных экспериментов с кленостатом. Сейчас я немного тоже об этом расскажу. Собственно, что такое кленостат, представляете себе, нет? Да, устройство, которое позволяет в том или ином направлении вращать ваше растение либо вокруг своей длинной оси, да, первый вариант кленостатирования, кленоратирования, что вот горшок закрепили, и вот вы его вот так вращаете, да? У него все... Это не быстро, это не центрифуга. Это, да, то есть не то, что там кто-то мне вписал в каких-то ответах, что вот центробежная сила, она эти статолиты там оттесняет, и поэтому вот так будет расти. Можно выбирать разные скорости. Нет, можно, но обычно как бы для нормального кленостатирования это где-то там за один оборот в минуту, даже в несколько минут. То есть это медленный поворот такой. Но это быстро достаточно. Это минута быстро, да, бывает еще более. Но все равно это не... Вот такое вот вращение. Вот, и второй вариант, когда его вот оно вертикально стоит, вот его вот так переворачивают вниз тормашками, вверх. Вот такое вращение, не в круг его оси, да, а в другом направлении. Тоже, на самом деле, как бы получается, должен сбиться крови терапизм. Но результаты там разные. Сейчас я... Вот эти эксперименты были проведены на ротации вокруг оси просто растения, длинные оси. Что же получается? Смотрите, вот контрольное у нас растение орбидопсиса, а вот оно клино-ротированное, да, вот клино-статированное. Видите, что выходит у боковых побегов? Вот они загибаются туда, куда-то вниз. Что же вышло? Да, мы убрали гравиотропическую компоненту, а гравиотропическая компонента их вверх, да, заставляла расти. У них же отрицательный гравиотропизм у побегов, да? А тут, получается, мы ее убрали, и мы видим теперь антигравиотропическую составляющую, которая их, условно говоря, заставляет вниз расти. И мы видим, вот, что они загибаются. Не сразу, обратите внимание, там тоже есть сложная, на самом деле, динамика этого процесса отхода от оси главной. Да, сначала они должны, грубо говоря, какой-то отлет сделать, да, а потом уже выйти на какой-то там, да, вектор гравитации, как-то с ним сложно взаимодействовать. Там, ну, даже, как бы, есть мнение, что, как это сказать, отдаление от главной оси осуществляется, в принципе, за счет какого-то такого временной потери, ну, нечувствительности, да, к гравиотропизму. Ну, так или иначе, вот, да, у нас здесь проявляется антигравиотропический компонент. А что касается корней, ну, вот это контрольные корни, тоже нельзя сказать, что они прямо вертикально растут. Нормально, да, для корней. Вот, как-то они... А вот они клино, да, статированные. Вот они вверх тоже, вверх или хотя бы как-то более горизонтально, все-таки с небольшим загибом вверх тоже, да, у них потерялась гравиотропическая составляющая. Вот они теперь нам показывают этот таинственный антигравиотропизм. Ну, да, еще вопрос. Да, конечно. Если мы, например, посадку растения полностью перевернули, то есть у нас горшок будет сверху растений, то в какой-то момент начнется противостояние гравиотропической реакции. Они же не могут вылезти на обувь и по обуви дальше. Они понимают, что вода и вещество находятся с другой стороны? Ну, они, конечно, у них будет накладываться. Во-первых, у них как, они в почве, если мы потом, не знаю, там, вытащим. Ах, да-да-да-да, извини. То есть в итоге принято в большом размере горшка, они начнут расти в параллельной земле. Когда вырвется их желание вниз вниз. Не исключено. И желание остаться там, где минеральные вещества. Таким образом они будут плоско идти. Не исключено. Это не исключено. Ну, насколько прям плоско, какой вот я за этот склад не поручусь, да, то есть какой там будет именно угол. Но там будет влиять свет, как ингибирующий фактор для, да, как, по крайней мере, для боковых корней. Да, там будет играть роль влажность, как важный фактор, да. Вот гидротропизм здесь уже на основе абсциссовой кислоты будет играть роль. Конечно, да. Ну и вот этот гравий антигравитропизм. Так что, да, это интересные вопросы, как они себя поведут и что же там победит. Главное. Ну, вот в исследовании этого антигравитропизма, как действовали? Естественно, перебирали коллекцию мутантов. Коллекцию мутантов, разных ауксиновых мутантов, там, по транскрипционным факторам, там, по синкции и прочей, по рецепции. Их клинстатировали и смотрели, что получится, где будет там нарушение гравия антигравитропической, да, вот этой компоненты. Оказалось, что удалось вот этот вот ARF7 и ARF19 выделить как факторы, которые, похоже, как раз за это, за эту компоненту антигравитропическую отвечают. Вот, ну, собственно, как раз, тоже один из экспериментов, вот, декапитация такого двойного мутанта, у него боковой побег начинает принимать более вертикальное положение, да, то есть получается, что двойная мутация не затрагивает гравитропический ответ, то есть там все нормально. Она отвечает за антигравитропическую составляющую. Ну, дальше обнаружили такую фенокопию. Фенокопия — это Boden loss, это репрессор ауксинового ответа. Вот, и использовали, почему такой промотор скайкроу, это тканеспецифичный промотор эндодермы просто, чтобы именно в этих клетках экспрессировалось, да, вот. Вот, и неожиданно казалось, что Boden loss, как бы его фенотип, был трудно объяснить, да, но потом оказалось, что они сделали мутацию такую, gain of function, он становился, этот продукт более стабильным, и, наоборот, по сути, да, вот, репрессия была усилена, да, то есть репрессия была не утрачена, а, наоборот, усилена. И поэтому SCR, вот этот Boden loss — это фенокопия, да, вот этого мутанта по АРФ. Ну, как у мутанта, да, двойного, вот эти транскрипционные факторы не работают, так и у вот этого мутации, вот, Boden loss, да, стабильной, тоже, естественно, они не работают, потому что репрессия очень сильная. Понятно, да, почему так вышло? То есть ожидали противоположную историю, а оказалось, что нет. Так что... Вот, ну, на самом деле это просто еще один способ показать, что здесь, какую роль выполняет ауксиновый сигнал, ну и конкретно NPH-4ARF-19. Теперь мы с вами перейдем к такому маленькому разделу про проприоцепцию. Да, вот по неким последним данным, все-таки этот механизм не зависит от ауксина, да, и рецепция должна происходить через актомиозиновые комплексы. Ну, тоже выяснили это при помощи мутантов, да, вот, что мутант по двум миозинам из вот этого семейства, да, он избыточно отклоняется вот при гравитропических изгибах, причем как в побеге, так и в корне, вообще без разницы. Вот, и показано, что экспрессия этих генов происходит в незрелых ксиленных элементах. То есть, вот, где-то, да, получается, проводящая система ответственна за такой вот механизм проприоцептивный. Немножечко о гидротропизме, да, гидротропизм имеет давнюю историю изучения и довольно оригинальные способы, да, как можно изучать гидротропизм. Вот, например, вот такая, да, система. Здесь это песочек, да, вот, такая сеточка, семена посаженные, вот, и, собственно, вот можно наблюдать, как корни как раз к вопросу, да, о, будут просто стелиться по вот этому влажному песочку, лишь бы быть в контакте с ним. Ну, и здесь вот, да, например, вот такая колба с водой, да, вот здесь вот мы видим, что семена высажены выше, здесь у нас происходит такое подсасывание этой воды, да, и, собственно, они все стараются стелиться по влажной поверхности. Ну, вот и другие, собственно, уже более современные варианты. Здесь исследуют также влияние еще осмотики, да, то есть не просто содержание воды, что вот эта чашка, да, чашка Петри с агаром разной осмолярности, да, там добавлен осмотик в одну половину, и мы видим, что корешки, вот они загибаются как-то так. Вот. Ну, здесь не следует путать с галлотропизмом, потому что в ответ на засоление теми или иными солями, да, не только хлоридное засоление, да, и натриевое, вот в ответ на засоление, конечно, есть довольно сильный отрицательный терапизм. Вот. Вот эти картинки были получены уже при помощи томографии, да, довольно сейчас стал популярным метод исследования корневой системы, вот корень, как он растет там в горшке, что там происходит. Да, можно вот визуализировать при помощи томографии, что вот может быть вот такая асимметрия. Ну, естественно, выясняли, искали гены, да, связанные с гидротропизмом. Интересно, что у арабидопсиса-то не нашли, да, ауксин зависит от галлотропизм. Вот. Но зато обнаружилось, что компоненты сигналинга абсциссовой кислоты, они все тут как раз, они все будут влиять на реакцию гидротропизма. Вот они, да, знакомые все лица. Рецептор, да, фосфатаза, киназа, да, вот они, вот они все красавцы наши, да, этот синтез АБК опять же тоже, изменение синтеза будет влиять на гидротропизм. Ну, правда, обратите внимание, что вот, например, у огурца, да, тулцы, ауксиновые гены стоят. Но огурцы, как вы знаете, они очень требовательны к воде, да, у них высокое возможности, у них там, как бы, это поддерживается еще и ауксиновым сигналом. Ну, вот, а у орбидопсиса нет. То есть именно, ну, поскольку на орбидопсисе все большая часть делается исходно, да, стартово, потом уже изучают остальные модельные объекты, то вот здесь, да, показано, что, как ни странно, да, мы привыкли, что неравномерное удлинение, оно все-таки должно быть под действием ауксина. А здесь оно не это, оно связано с передачей сигнала абсциссовой кислоты, да, вот. Ну, правда, смотрите, что есть такая обратная связь, взаимосвязь между гравитропизмом и гидротропизмом, что гидротропизмом тянет в одну сторону, да, вот здесь вода, вот, да, а здесь у нас вот вектор гравитации. Тут воды мало, тут воды много. Гидротропизм, естественно, его, этот корень стремит в сторону воды. Но дальше вступает в игру гравитропизм. Гравитропизм в какой-то степени будет ингибировать гидротропический сигнал. А уж кто победит, зависит от... Скажу так, примерно очень, да. Допустим, у нас при кислоросте предполагается, что есть определенное воздействие на элемент отделочной стены. Да. Но ауксин, получается, действует на то, чтобы активировать этот процесс. Да, да. Соответственно, можно не активировать процесс с проблемами, а ингибировать на другую. Совершенно верно, да. То есть на другую активацию не будет нормальной ауксин? Да, 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 да. Нет, здесь нет точного пока механизма, да, но, вероятно, регуляция через АБК происходит ровно-ровно этим образом, да. Конечно, конечно, можно ингибировать. Просто, как я понимаю, ауксиновы ответы, они все-таки выходят более быстрыми. Просто в таком случае эффективность, скорость снимания корня, ну, в ростах ко времени меньше должна быть. Потому что у вас с одной стороны будет нормальный, у вас с другой заингибированный. Для ауксин у вас будет нормальный и заингибированный, и ускоренный, скажем так. Ну, да, естественно, да. То есть если посадить эксперименты, да? Я поняла, ты имеешь в виду идею по поводу, кто победит, да? Гидро или грави. Нет, я правду, что это можно доказать через различную скорость поворота. Можно, да. Но тогда, ну, да, 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 это, 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 да, это можно, на самом деле, интересно, интересная идея, действительно. Вот, так, на этом, получается, мы эту презентацию заканчиваем. Значит, как я вам уже обещала, когда мы перейдем к эмбригенезу, там я также уже в эмбригенезе вам расскажу о функциях ауксина. Именно там, да, поскольку комплексное влияние, но разбивать не хочется. Но, тем не менее, мы переходим к цитокининам, тоже очень важным растительным гормонам. Собственно, немножечко об истории открытия. То, что есть некое вещество, стимулирующее клеточные деления в растениях, было открыто еще Готлибом Хаберландом, и это было начало XX века. Он показал, что флоэмный эксудат способен стимулировать деление клеток картофеля при поранении. Но непосредственно уже идентификация химической структуры произошла в 50-е годы в лаборатории небезызвестного Фольке-Скуга, среда Мурашиди-Искуга, вам, я думаю, помнится. И его сотрудник Карлос Миллер искал, на самом деле, искал некие вещества, которые будут стимулировать рост культур инвитров, рост колосных культур. И все, что-то не получалось. Это добавишь, ну, чуть-чуть стимулируется, но не так сильно. Это добавишь, нет. Они думали, тогда у них была оригинальная, на самом деле, идея, соответствующая времени, что не хватает растениям ДНК. Вот ДНК не хватает, давайте найдем источник ДНК. И перебирали разные источники, в том числе молоки сельди. По разным легендам там разное произошло. Одни легенды говорят, что произошло переавтоклавирование, нарушение режима автоклавирования. Из-за этого частичная деградация нуклеиновых кислот. И, как известно, по крайней мере, из ТРНК синтезируются вполне официально циткинины. Поскольку большинство из них это адениновые производные, поэтому это возможно. По другой легенде было то, что эти молоки без холодильника оставили на выходные, потом решили не выбрасывать. Но так или иначе, какая-то произошла частичная деградация их. И, собственно, был получен кинетин. А кинетин, что самое смешное, в растениях не синтезируется. То есть можно сказать, что это синтетический аналог циткининов. Но впоследствии были открыты и другие циткинины. Вот фотография из этой работы про кинетин. Видно, что без кинетина. Вот они такие бедные несчастные калусы. А на кинетине, конечно, все меняется. Вот они тут увеличиваются, а тут они дают обширное побегообразование. Уже при таком соотношении концентрации. Калусы были табака, если я еще не сказала. Ну вот, разные циткинины. Как я уже сказала, в основном на аденине. Есть, конечно, тидиозурон, который совсем другой, но преимущественно и искусственные, и природные они на аденине. Вот природные у нас изопентениладенин, трансзиотин, трансзиотин, циззиотин. Ну и немножко другие. Тут дигидрозиотин. Вот двойная связь. Тут она отсутствует, тут гидрирование произошло. Поэтому он дигидрозиотин. И вот совсем другой ортотополин. Ну и искусственный, широко применяемый кинетин и бензиламинопурин. Синтез. Будем разбирать пошагово. Основа синтеза — это премилирование некого производного аденина. Источником аденина может являться АТФ, АДФ, даже иногда АМФ. Вот ее премилируют. Источник вот этого диметилалилдифосфата может быть как метилэритрозфосфатный путь, так и миваланатный путь. Дальше что может произойти? Все зависит от того, нужно нам вводить гидроксил в боковую цепь. То есть хотим ли мы получить азиатин, или мы не хотим его получить, хотим просто получить какой-нибудь там изопентениладынин. И в зависимости от этого либо будет, либо не будет работать вот этот фермент. Относящийся к цитохрону — П-450 моноксигеназом. И последнее нужно получить свободное уже, свободное основание. Для этого надо отделить, собственно, сахар вместе с фосфатом. И на последней стадии это может происходить по-разному, может происходить ступенчато или за одну стадию. Ну и надо сказать, что используется как бы растением для транспорта и даже для рецепции предполагается как свободное основание, так и рибозиды. Первый этап — перенос вот этого хвоста, перенос диметилалилдифосфата происходит при помощи ферментов изопентенилтрансферат. Изопентенилтрансферазы могут быть локализованы в разных местах. Есть цитозольные формы, есть пластидные, есть эндохондриальные. Ну и разнообразные функции. Тут это, конечно, чисто как справочную информацию я даю. Но ясно, что изопентенилтрансферазы могут различаться по локализации в тканях и органах, не только внутри клетки. И, очевидно, выполняют какие-то уже, получается, узкие функции. То есть вот эти, например, именно там в Уфлоеме, вот эти там находятся в других каких-то местах. То есть уже действительно такая специализация идет. Важно, что цитокинины, их сигнал, он во многом говорит о доступности еще элементов минерального питания. Особенно о нитрате. Это сигнал, вот такой корневой сигнал о том, что там у нас происходит, в том числе с азотом. Вот изопентенилтрансфераза третья, ее экспрессия этого гена регулируется нитратом. Каким-то может играть роль в создании сигнала, такого дальнего сигнала о доступности азота от корней в побег. Вот, ну вот ИПТ-7, например, она тоже регулируемая. У нее экспрессия регулируется она ног с генами в побеговой меристеме там. И необходима для поддержания меристематического состояния. Ну вот, это как раз картинка про регуляцию экспрессии гена ИПТ-3 уровнем нитрата. Вот здесь у нас, ну здесь правда уже продукт, да, гена ИПТ-3, GFP. Собственно, мы видим, вот в корнях флуоресцируют очень обильно на 7 мм нитрата, а на 0,07, ну почти его нет. Зато обратите внимание, как увеличивается корневая система, да. Да, прекрасно совершенно. 7,07 и 0,07 мм. Итак, да, это был первый шаг, перенос вот этого диметилолилдифосфата, да, при нелировании. Второй шаг у нас опциональный. Если нужно нам ввести гидроксил в молекулу, то вот используется этот фермент, относящийся к цитохрому P450 моноксигеназа. Вот он, конкретно вот этот ЦИП-735А, да. Вот вводится гидроксильная группа. Интересно, смотрите, что преимущественно, ну, раньше считали, что вообще исключительно, сейчас все-таки более осторожно об этом пишут, да, но преимущественно экспрессия идет в корнях. Корни, получается, производят трансзиатин на экспорт в другие органы. И, следовательно, если трансзиатин в растении появился, то почти наверняка можно сказать, что он корневого происхождения. А это значит, получается, что это цитокениновый сигнал, опять же, о доступности элементов минерального питания, о том, что корням в целом неплохо живется, что там ободненность нормальная. Вот, если помните из общего курса, то сигнал, например, цитокениновый, пришедший из корней, он как раз открывает устицу, да, а абсциссовая кислота, пришедшая с водой от корня, она устица, наоборот, закрывает. Это же такой важный момент. И на последнем шаге нам нужно удалить сахар с фосфатом. И вот один из вариантов — это фермент, который кодируется лог-генами, лонли гай, да, целых семь генов есть у аробидопсиста лиана. Почему так назвали, да, одинокий такой ковбой практически, потому что мутация исходно была найдена у риса, да, смотрите, вот дикий тип, вот проявление, слабое проявление мутации, одинокая тычинка, и сильная мутация вообще не дает тычинок, вот поэтому он лонли гай. И считается, что, собственно, вот, да, как реакция происходит, сейчас я назад катанулю еще раз, минутку, вот, собственно, на зеотин, риботид, да, еще с фосфатом, да, и вот он превращается под действием продуктов лог-генов сразу в трансзеотин, то есть сразу вот это все отрезается. И сахар, и фосфат. Но есть и другой путь, все-таки, судя по всему, более минорный, да, когда это идет ступенчато, что вот сначала, вот у нас, получается, риботиды, превращаются в рибозиды, да, фосфат удаляется, потом рибозиды превращаются в трансзеотин. Ну, лог-гены, это фосфорибогидролазы, да, и еще вот интересно то, что трансзеотин, мы же знаем, что он, не только он транспортируется, да, и не только он может даже с рецепторами связываться, но еще это возможно и для репозитов, да. Значит, нужно, если лог-гены, в основном продукты лог-генов действуют, значит, нужно из-за свободного циткинина, да, делать как-то обратно, обратный процесс, рибозиды делать. И вот, собственно, есть для этого такие ферменты, да, бурин, нуклеозид, фосфорилазы, да, и из рибозидов также могут получиться риботиды через уже аденинфосфорибозилтрансферазы, да. Альтернативный, да, минорный путь биосинтеза идет через транспортную РНК. ТРНК пренилирует, и потом, собственно, она претерпевает похожие процедуры, что и, например, просто там АДФ или АТФ. Вот, я имею в виду, что также там может быть гидроксилирована, и лог, да, вот здесь на последнем этапе также делают свободное основание, да, только уже это будет цисзиотин. Вот цисзиотин считается, что не синтезируется, или почти не синтезируется в корнях, да. То есть это преимущественно уже будет, такая молекула будет уже больше побегового происхождения. Ну вот у нас основные формы, да, здесь как раз изопентениладенин, трансзиотин, дигидрозиотин, да, и цисзиотин. Интересно, что продукты логгенов играют роль в ближнем цитокениновом сигнале, да, что, вот, например, показана такая ситуация в побеговом эристеме, дальше оказалось, что она довольно распространена. Что-то у меня, к сожалению, цвет поменялся, я не заметила. Ну ладно, здесь написано лог-4, а тут написано лог-7. Значит, какая история, то, что у нас есть вот клетки или один слой, да, самого поверхностного эристеми, и они синтезируются, токенины, но они не отвечают на цитокенины, да, вот, но, соответственно, цитокенины транспортируются, вот, я показала, да, транспортируются глубже, вот у нас центральная зона, организационный центр, да, уже в клетках организационного центра, там происходит ответ, синтеза там нет, а то есть ответ, вот, то есть получается, что для формирования ответа нужно получить цитокенины из клеток другой зоны, вот, то есть места синтеза и ответа, они часто бывают разделены. Вот, цитокениновый сигнал такой же, вот, ближний, да, играет также роль в радиальной дифференцировке корня, даже, я бы сказала, зародыша у корешка. Вот эту дифференцировку чаще всего стараются изучать на примере, опять же, арабидопсиса, не только потому, что это модельный объект, но еще и потому, что у него мало слоев клеток в корне. По сути, все у него очень простенько устроено, по одному слою клеток на каждый тип ткани, там, на эндодерму, на перицикл, на первичную кору, и дальше вот уже у него клетки размечаются, остаются прокамбия и протоксилема, да, вот. Что же там происходит? И дальше уже потом, впоследствии, закладывается протофлоема. Что же там происходит? Значит, вот у нас есть клетка, вот, протоксилемный луч, да, один, вот он, протоксилемный луч, у нас здесь есть синтез цитокенинов, да, и он, более того, регулируется ауксинами, там есть ауксиновый сигналинг, да, передача ауксинового сигнала, вот моноптерос, это один из АРФов, то есть есть сигнал, этот сигнал провоцирует синтез цитокенинов, да, и что делают цитокенины, цитокенины перемещаются, да, вот, они перемещаются в прокамбиальные клетки, рядом находящиеся, и там запускают ответ, да, цитокениновый, а цитокениновый ответ ингибирует полярный транспорт ауксинов, вот, и таким образом сдерживает распространение ауксина, ауксин сохраняется в зоне протоксилемного луча, и возникает разметка, что у нас ауксин, да, ауксин, он все-таки повышение концентрации ауксина приводит к дифференцировке в сторону ксилемы, да, вот, а там, где у нас цитокениновый ответ, там в дальнейшем, уже в дальнейшем будет вычленяться протоксилема, вот, ну, здесь пока в зародышевом корешке, да, на протоксилемы и прокамбии получается дифференцировка. Вот такая возможная игра, это здесь все это замоделировано, да, просто вот как такая небольшая моделька, да, математическая вот этого дела. Теперь мы переходим к дальнему транспорту, вообще к транспорту, обсуждению транспорта цитокенинов, да, мы уже тут увидели, что транспорт играет большую роль, как ближний, да, вот, например, в радиальной разметке, так и, соответственно, должен играть, конечно, дальний. Дальний транспорт цитокенинов происходит у нас по ксилеме вверх, по флоеме вниз, логично, да, и, опять же, интересно, что вот этот вот, вот этот цитохром P450 монооксигеназа экспрессируется в корнях, вот, преимущественно в корнях, и отправляет, соответственно, вверх трансзиатин-ребозит, и трансзиатин, тут экран съел кусочек буквы, да, вот, по флоеме цис, да, как я уже говорила, цисзиатин, он в побеге образуется, и изопентениладенин. Теперь, какова роль транспортеров, да, ауксинов, извините, цитокенинов в дальнем транспорте? Значит, в загрузке ксилемы в корнях играют роль транспортеры различные, да, значит, как, причем, выносящие, так и выносящие. Значит, для того, чтобы ксилему, вот, ксилему загрузить тем же трансзиатином, да, транзиатин-ребозитом, необходимы выносящие АТФ-зависимые транспортеры, относящиеся к белкам ABC. Только здесь не под класс B, как в случае ауксинов, да, а под класс G, ABCG-14. Вот они замечены как раз в загрузке ксилемы, да, и они основные выносящие транспортеры. Вот наверху что происходит. Наверху нужно из ксилемы это дело выгрузить, нужно также загружать во флоему, да, и здесь уже работают вносящие транспортеры, транспортеры PAP и END. Дальше я скажу о всех группах транспортеров по отдельности. Вот. Ну, вот здесь я вам, как всегда, дам презентацию, может быть, мелковатая, здесь вы поближе просто рассмотрите. Это совсем вот из свеженького обзора картинка, как в корне загружаются ксилемы, да, какие, где расположены вот эти ABCG-14, где, по крайней мере, показано их расположение, да, в каких клетках. Вот. Но также продемонстрировано, показано, что в меристеме экспрессируется вот довольно много PAP, да, транспортеров вносящих, которые как раз нужны для того, чтобы цитокинин, да, отправить в клетки, да, из-за попласта, вот, и поддерживать уже в меристематическом состоянии. Энт-транспортеры, они, ну, с ними сложнее, вот как здесь поставлены, вот эти знаки вопроса, да, это 19-й год, так, в 23-м году, честно говоря, они так до сих пор и не снялись эти знаки вопроса. То есть, ну, предположительно, да, что энт-транспортеры участвуют в загрузке флоемы и выгрузке флоемы. И обратите внимание, здесь уже другая форма, да, естественно. Ну, я уже это говорила. Называется повторение, мать забывания. Вот, теперь небольшой перечень транспортеров, да, выносящие сначала, как мы уже поняли, они участвуют и в дальнем, и в ближнем транспорте. Это семейство ПАП, Пурин-Пермеис, да, чем они характеризуются? Они малоспецифичны, могут транспортировать свободные цитокинины и также аденин, кофеин. Интересно то, что ПАП-транспортеры дают снижение цитокининового ответа в побеговыми ристеями. Но предполагается, что снижение ответа связано с функционированием рецепторов на плазматической мембране, у которых рецепторный, собственно, их рецепторный домен смотрит в апопласт. И когда в апопласти снижается концентрация цитокининов, снижается ответ. Это мы будем чуть дальше говорить, когда будем обсуждать рецепцию, может быть, немного затронем возможную роль плазморемных рецепторов и рецепторов на эндоплазматическом ретикуле. Семейства энд. Вот они как расшифровываются, эквилибратив, нуклеозид, транспорт. Они тоже не особо специфичны, транспортируют различные нуклеозиды, аденозин, оридин, рибозиды цитокининовые. И вот совсем новенькое, буквально пару лет назад, открытое семейство аазогуанинрезистент. Это пуриновые транспортеры, которые импортируют в клетку аденин, гуанин и транзиатин. Но интересно то, что пока их описали именно в местах закладки боковых корней и обсуждают как раз их роль в связи с закладкой боковых корней и взаимодействия цитокининов и ауксинов. Здесь для примера показана тканеспецифичная экспрессия. Вот энд транспортер. Самых все-таки пока непонятных. Вот что известно про роль этих азг-транспортеров в закладке бокового корня. Это вот такая моделька, которую предложили в 2021 году авторы. Красненький у нас это молекула цитокинина. Вот они идут через ПАП, они идут через вот этот азг и попадают в клетки. В клетку здесь они могут вступать в метаболизм, в деградацию и также затаскиваться в ЭПР. В ЭПР через, видите, вот это синенькое, это тоже этот азг-транспортер. А в ЭПРе у нас, в люмин ЭПР смотрит, собственно, рецепторный домен, цитокинин-связывающий домен рецептора HK. То есть там может дальше произойти рецепция. Но она может здесь, на плазматической мембране, тоже HK-рецепторы есть, и они могут там провзаимодействовать с цитокинином. И также считается, вот сейчас, по крайней мере, по работе их 23-го года показано, что они стабилизируют положение пин-транспортеров на плазматической мембране. Что это дает? Как это работает? Пока нет никаких точных сведений. Ну, вот автор предполагает, что вот эта стабилизация, она позволяет более точно разграничить зоны ауксина и цитокинина в закладке бокового корня, что там все-таки тоже должен быть локальный ауксиновый максимум, цитокинины вокруг. Вот какая-то такая история, что в протоксилееме должны больше ауксины накопиться, в протоксилееме больше цитокинины в клетке прокамби, прокамбиальной клетке. Вот, но пока скорее просто вот факт, да, что показали анализы мутантов, например, колокализацию также показали при помощи флуоресценции, что действительно, видимо, они их как-то стабилизируют, зафиксируют их положение. Ну вот, из выносящих транспортеров мы с вами называем как раз ABCG, выносящих, я сказала, да, правильно? Вот, ABCG-14 выносящий транспортер. Ну, собственно, у них, у мутантов и фенотипы соответствующие. Ну вот, собственно, фенотипы 0 мутантов, видно, что у них нарушено. И рост корня, и рост надземных органов. И вот, например, эксперимент, показывающий, что этот транспортер нужен для транспорта цитокининов из корней. Ну вот, например, это у нас, что это такое? Это у нас ARR-5 газ. Что такое ARR-5? Ряды, если помните, из общего курса, это транскрипционный фактор. Да? Вот, один из ARR-ов, которые вот в любом случае будут как-то отвечать на прохождение цитокининового сигнала, да, и повышать свою экспрессию в том числе, да. То есть вот у нас ответ получается цитокининовый. Это в диком типе. Ну, сколько-то тут в корнях, много довольно в побеге, вот в семидолях, ну так, синие, газокрашивание. А вот у нас на фоне мутации. На фоне мутации весь ответ сосредоточен, вот прямо очень ярко, да, видно, сосредоточен в корнях, а туда-то наверх ничего не проникает. Вот такая вот получается петрушка грустная. Значит, локализация на плазматической мембране, вот она доказывается наложением, да, вот здесь зеленый у нас GFP, ABCG14, это маркер мембраны плазматической FM464, вот их наложение, там, где желтые, да, свечение, да, следовательно, у нас имеется колокализация. В клетках эндодермы и перицикла локализованы как раз вот здесь, в корне, вот эти транспортеры. Теперь переходим к метаболизму цитокининов. Собственно, что может произойти со свободным цитокинином, например, с трансдиотином, может, могут образоваться конъюгаты, да, это может быть О-глюкозилирование, вот при помощи бета-глюкозидазы, да, оно при помощи, извините, О-глюкозилтрансферазы, да, и в обратную сторону тоже может конъюгат превратиться в свободный цитокинин, да. Это может быть необратимое Н-глюкозилирование, глюкозилирование, да, соответственно, глюкозу. И, собственно, окисление, цитокининоксидаза, важный фермент, который снижает уровень цитокинина свободного, да. И вот в качестве примера вам что будет, если цитокининоксидазу поставить под сильный промоутер конститутивный, да, 35С-промоутер. Знакома, да, вам такая конструкция? Это вирусный промоутер, который дает постоянную и довольно высокую, сильную экспрессию, да, высокий уровень. Поэтому можно сделать такую конструкцию, получить трансгенное растение, и оно будет постоянно и на высоком уровне экспрессировать этот ген. Получается, что если у нас и продукты, естественно, будет накапливаться в довольно большом количестве. Если у нас много цитокининоксидазы, то тогда у нас вот что получается, меньше, явно меньше размер меристем, да, меристема побеговый. Меньше количество клеток, явно меньше, да. Из-за этого компенсаторно, видите, здесь в рип-зоне какая-то такая вакуализация происходит, но все равно, конечно, меристема дефекты. Самое главное, что клеток меньше. Вот, и вот тоже, да, мы видим явный эффект, то есть растения получаются низенькими. Конечно, зависит от конкретной цитокининоксидазы, какая-то из них сильнее, какая-то слабее, но все они дают довольно существенные такие заметные фенотипы. Акцентирую ваше внимание еще раз на то, что N-гликозелирование необратимо, и цитокининоксидазы, они относятся к фат-зависимому аминооксидазу. Вот, да, а это у нас обратимый процесс, и можно отправить на хранение вакуоль, такой коньюгат. Ну вот, гомеостаз цитокининов в клетке поддерживается транспортерами, поддерживается цитокининоксидазы, да, и интересно, что свободные цитокинины, например, могут отправляться в вакуоль не на хранение, а на деградацию. Это такой, может быть, немножко спорный момент, но есть факты, свидетельствующие о том, что там, во-первых, функционирует цитокининоксидаза, во-вторых, в вакуоле, отправленный туда вакуоль цитокинины, они там, свободные цитокинины, они там, получается, не остаются, а вот как-то исчезают. То есть уже нету этих молекул в таком виде, да, в неокисленном. Ну, такая общая схемка, нам демонстрирующая на мембране плазматической, да, транспортеры, вот эти вот все разные виды. Есть еще один транспортер, функция которого не была точно показана, то есть не доказан пока транспорт цитокининов через него, но есть косвенные свидетельства, я его не стала поэтому выносить в список, но здесь он есть на картинке, это ABCI, да, I-типа, 19, 20, 21, который, локализация которого показана на мембране ЭПР, вот, что там, вероятно, он актив, при помощи первичного активного транспорта, да, загоняет в ЭПР еще цитокинины. И цитокининоксидазы также могут функционировать в ЭПР. Что, в общем, логично, если учесть, что рецепция происходит в том числе в влюминии ЭПР.